В эфире программа День города в студии Алена Куколева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Увесистые сувениры. Как появился сад камней в Наташином парке. В Рязани насчитали 8 аварийных многоквартирных домов. И крупные рязанские чиновники попадаются на мелких взятках. Стало известно, что в отношении Владимира Трушкина возбуждено уголовное дело. Бывшего зампреда правительства подозревают в получении взятки. По данным следствия, Трушкин, занимая в период с декабря 2014 года по сентябрь 2016 года должность первого заместителя главы администрации города Рязани, получил в июле 2015 года в своем служебном кабинете взятку в значительном размере на сумму 80 тысяч рублей от руководителя одной из рязанских строительных организаций за общее покровительство тому по службе. В настоящее время Владимир Трушкин задержан и дает показания следствию. Сообщается, что следственные мероприятия проводятся и по иным фактам коррупционных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается. Напомним, в начале июня Владимир Трушкин был уволен с поста зампреда правительства Рязанской области. Свою вину по всем эпизодам предъявленного обвинения признала и бывшая главная архитекта Рязани Наталья Харибутова. Первое судебное заседание состоялось в среду. Харибутова обвиняют в четырех эпизодах получения взятки в значительном, крупном и особо крупном размере. Занимая должность начальника управления градостроительства и архитектуры, она не раз получала от директора одной из крупных рязанских строительных компаний взятки в виде оплаты поездок на курорты Таиланда и Турция. Общая сумма предполагаемых взяток превысила 2,5 миллиона рублей. Заплатить за отдых Наталье Харибутовой все же придется. Теперь ей грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Вчера улица Свобода стояла в пробке из-за ремонта провала на Кремлевском валу, а сегодня из-за аварии. Водитель автомобиля Митсубиси совершал разворот с правого ряда, не убедился в безопасности своего маневра и столкнулся с автомобилем Киа. В результате аварии 26-летний водитель Киа получил травмы. Медицинская помощь ему была оказана на месте аварии. Госпитализация не потребовалась. Клубы дыма вечером в среду напугали горожан. Пламя вспыхнуло на Ряжском шоссе. Черно-серые столбы дыма от возгорания было видно со многих точек города. Социальные сети быстро наполнились фото и видеороликами с предположениями, что и где горит. Но спасатели поспешили успокоить рязанцев. Причиной возгорания в Южном промоузле, как они пояснили, стал мусор, трава и автомобильные покрышки. Многодетные семьи смогут бесплатно размещать автомобиль на платных парковках. Изменения в порядок создания и использования парковок внесли депутаты на заседание Рязанской городской думы. Речь идет о льготах для многодетных семей. Они получают право на бесплатное размещение одного автомобиля на платных парковках. В Рязани насчитали 8 аварийных многоквартирных домов. Информацию разместили на фоне расследования уголовного дела, которое возбудили после ЧП с обрушением потолка на улице Колхозной. Список адресов администрация города продублировала у себя на сайте 28 июня. Днем ранее глава региона Николай Любимов поручил представить ему справку по всем проблемным объектам. Сквозные трещины в домах и рухнувшие потолки. В Рязани существует много жилых зданий, которые не отвечают общим стандартам. Люди прожили там почти всю жизнь и условия за все это время никак не изменились. Притом проблемы у этих домов всегда одинаковые. Зимой холодно, а летом жарко. Горячей воды чаще всего нет. Но в пустом царстве мертвых домов недавно замаячил луч света. 27 июня временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области дал поручение министру строительного комплекса региона подготовить и представить справку по всем проблемным объектам строительства, в том числе касающимся переселения граждан из аварийного жилья. На следующий день, 28 июня, на сайте госадминистрации появился список всего из 8 аварийных домов нашего города. Цветной бульвар, Третий Новопавловский проезд, Веденская, Праволыбецкая, Свободы, Михайловское шоссе, товарный двор и поселок Мехзавода. Дома на этих улицах – это угрюмые стены. Территория у них давно заросла кустарником. Так, например, на улице Веденской деревянное здание уже покосилось. Окна на нем забиты фанерой. Назвать это место домом язык не поворачивается. Сложно поверить в то, что в таком месте живут люди. Дом 92 на улице Свободы также жилой. Федор Чианарик переехал сюда всего 6 лет назад. И уже тогда жить в нем было невозможно. Дом старый. Все уже дом уходит, двери заклинивают и, наверное, крыша тоже смещается. Но, к сожалению, в эту программу не попали другие дома, о которых рассказывала наша телекомпания и которые находятся в таком же плачевном состоянии. Так, например, шлакоблочные дома на улице Молодцова так и останутся жилыми. А разрушающиеся на глазах здания на улице Щедрина продолжат стоять на своем месте. Признать эти дома аварийными не так-то просто. Есть один нюанс – это программа переселения, которая является долгосрочной и появляется каждые 3 или 4 года. Но сейчас есть новая проблема. Вопрос, он повис в воздухе немножечко. У нас и межведомственная комиссия тоже в своей работе не знает, как правильно людям объяснять эту ситуацию. Объясняем тем, что, конечно, нужна какая-то ясность, нужно дождаться принятия программы с 2018 года и далее. Сейчас ее просто нет. Пока нет точного срока, когда именно появится новая программа по переселению. И теперь жителям всех непризнанных аварийных домов остается только ждать. Более 17 тонн спиртного изъяли полицейские в рабочем поселке Ермиш. Продажу спиртного реализовывали прямо в жилом доме. 60-летний хозяин дома лично сбывал алкогольную продукцию всем желающим по низким ценам и в любое время суток. Злоумышленника задержали на месте во время очередной сделки. В ходе осмотра дома на окраине рабочего поселка Ермиш обнаружено и изъято более 3000 литров алкогольной продукции с поддельными федеральными специальными марками на общую сумму более 1 миллиона рублей и 14600 литров спирта. В ходе рейдовых мероприятий полицейские выявили нарушение правил оборота алкогольной продукции еще в четырех торговых точках Рязани. На улицах Зубкова, Есенина и Пирогова и в магазине в городе Сасово. Изъяли более 100 литров спиртного. А как так получилось, что вы продали сегодня алкогольную продукцию? Я уже не молодежь, скажем так, забыла, что сегодня прозит. А, то есть вы забыли? Да. Или не знали? Забыла. Лето, как известно, прекрасная пора для путешествий. А в нашей области немало мест, куда можно отправиться за свежими впечатлениями. Одно из них – Окский заповедник. Здесь не только уникальная природа, но и богатая история. Эта огромная и передовая по технологиям 19 века фабрика появилась в Рязанской губернии благодаря представителю одного из древнейших родов – рода Беклемишевых. Федор Андреевич Беклемишев в 70-х годах 19 века приобрел эти земли и, решив заняться стекольным производством, построил завод. В 1872 году в Брыкином бару появились первые цеха, которые располагались на территории современного ядра Окского заповедника. А затем производство было расширено. Чтобы поднять производительность фабрики, Беклемишев искал долгое время возможности, так сказать, капитала. Он переговаривал с английскими предпринимателями, с бельгийскими. И в результате уже было образовано, после его долгих переговоров, было образовано Русско-Бельгийское общество для производства зеркального стекла. И уже Русско-Бельгийское общество для производства зеркального стекла, бывшая фирма Беклемишева, они построили вот тот завод, на, можно сказать, руинах которого мы с вами находимся. На территории Брыкина-Бора была построена узкоколейка, которая вела от фабричных помещений к эстакаде на берегу Пры. Именно сюда, по высокой воде, причаливали суда, привозившие сырье для производства стекла и зеркал. Отсюда они уходили нагруженные, готовые, к слову сказать, высококачественные продукции. Однако завод просуществовал недолго. В 1900 году наступил кризис перепроизводства стекла в России. И тогда крупные зеркальные синдикаты, в том числе и стекольный завод Русско-Бельгийского общества, были закрыты. До 1924 года его территория охранялась. Ну а после того, как охрана была снята, местные жители разобрали завод на стройматериалы. Постепенно здание бывшей фабрики превратилось в руины и заросло лесом, не потеряв при этом своей значимости и уникальности. Место, конечно, оно даже и на данный момент осталось уникальным, потому что оно чудесным образом привлекает внимание людей. Это действительно старина, это действительно история. Кроме того, это место облюбовал и животный мир. Здесь понизлятся редкие виды птиц. Именно здесь, на этой территории в частности, находится зимовка уже обыкновенная. Одна из наиболее крупных зимовых в средней классе России уже. Так что в апреле мы здесь можем видеть такие группы уже, которые выходят на поверхность. Конечно, главной задачей работников заповедника на сегодняшний день является сохранение удивительных ландшафтов юго-восточной Мещеры и их обитателей. Но и история этих мест уделяется немало внимания. Ведутся исследования, издаются книги, а здание шлифовального цеха постройки времен помещика Беклемишева было полностью отреставрировано. И сейчас в нем размещается знаменитый музей природы и визит-центр. В любом случае, интересует ли вас флора и фауна Мещеры или история этих мест, бракенбор посетить стоит, особенно сейчас, в разгар лета. А те, у кого выехать из города не получается, могут посетить верхний городской сад или известный в народе Наташин сквер. Здесь находится удивительная коллекция камней, привезенная со всех концов земли. Гуляя по парку, можно очутиться как около Кавказских гор, так и на брусчатке старого европейского города. Такую возможность оценил Валерий Седов. Никогда не знаешь, какую могучую историю может хранить себе обычная мелочь. Например, камешек на дороге. Может, когда-то давным-давно он был частью большой скалы. Или это осколок городской брусчатки. Но в нашем городе таких вопросов чаще всего не возникает. В верхнем городском саду находится так называемый сад камней. В нем целых 60 экспонатов, привезенных из разных уголков мира. А началось все с простой идеи о самом необычном сувенире. В далеком, в 2001 году, краевед Арсен Бабурин вместе с группой занимался в Карачаево-Черкесии водным туризмом. И в конце долгих спусков и подъемов возник вопрос, а что взять с собой на память? Обратный путь. Мы пришли взять с собой такой сувенир. Думали, какой. Ну, кто-то берет на лесу шишечку, да, кто-то веточку. А мы решили с собой взять камень. Обратно в город группа туристов возвращалась на машине. Поэтому камень больших неудобств не доставлял. А самый большой путь на руках он проделал от Рязанского вокзала до квартиры краеведа. Притом вначале расположился он не в верхнем городском саду, а рядом с главпочтампом. И только потом, с разрешения городской администрации, камень переместили на его законное место. Большой Зеленчук, Карачаево-Черкесия, май 2001 года. Наверное, этот камень по праву можно считать одним из самых главных здесь. Именно он стал первым экспонатом в этом большом саду камней. Сейчас в верхнем городском саду уже 60 экземпляров разного размера и веса. Самый тяжелый, например, из Карелии. Он был неподъемным, и его попросту закатили в машину. Есть и так называемые дамские камни. Так их прозвал сам основатель сада Арсен Бабурин. Потому что они могут уместиться в женской сумочке. Там есть и потери, потому что, например, когда был сочинский француз, открытый олимпиадок, вот у нас там был олимпийский огонь через Рязань, а у нас как раз был камень из Сочи. Почему-то этот камень пролежал буквально две недели. Здесь есть камни из Арабских Эмиратов, Израиля, Франции и даже Нового Орлеана. Говорят, что по этой брусчатке ходил сам Луи Армстронг. А буквально несколько дней назад, после того, как этот камень привезли в Рязань, в Новом Орлеане случилось наводнение. И часть города затопило. Но это не единственная интересная история. Самое интересное, наверное, камень. Это камень из Красной площади. Вот это было действительно такое событие небольшое. Удалось привезти мне, когда я просто гулял по Красной площади, приехал к своим друзьям, был в свободное время, гулял по Красной площади и смотрю, а там револкирует брусчатка. Ну это вообще самая настоящая история. Краевед подошел к строителям и попросил у них такой уникальный камень. И к его удивлению, брусчатку ему действительно передали. И Рязань пополнил еще один экспонат. Что примечательно, у такого сада камней было очень необычное открытие. Например, вот эту поляну мы направили. Несколько камней поставили, накрыли его парашют. Как правило, когда что-то открывают, приезжают ленточку или ее срывают покрывало. А тут покрывало было снять. Невозможно, просто не было такого покрывала, чтобы накрыть сразу всю поляну, вот эти три камня. Накрыли его парашют. Парк открылся уже давно и существует по сей день. Сейчас в любой момент можно прикоснуться к частям важных элементов других мест и городов, ощутить на себе чужие истории и пропустить их через себя. К тому же, как писал фантаст Филипп Дик, память хранится в людях, а не в вещах. Весь следующий месяц в Рязанской областной библиотеке имени Горького будет открыта фотовыставка, посвященная жизни одного из самых значимых немецких писателей 20 века – Томаса Мана. О жизни великого писателя смогут узнать все желающие рязанцы. Среди них сегодня был и Роман Дворецков. В прошедшую среду в Рязанской городской библиотеке имени Горького открылась выставка, посвященная великому немецкому писателю и обладателю Нобелевской премии по литературе Томасу Ману. Выставка подготовлена Центром Генриха и Томаса Манов. В доме Буденброков в городе Любике совместно с ГИОТ-институтом в Москве. Фотоэкспозиция дополнена книгами из фондов библиотеки на русском, немецком, французском и английских языках, включая редкие прижизненные издания. Выставка была приурочена к 140-летию со дня рождения писателя и также к Году немецкой культуры в России. Это передвижная фотовыставка, которая уже побывала в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Саратове и других городах. Наконец она приехала к нам. Материалы фотовыставки главным образом – это фотографии из архивов города Любика, города Цюриха. Библиотека уже более 20 лет сотрудничает с немецким культурным центром имени ГИОТ. И плодами этого сотрудничества являются мероприятия, направленные на популяризацию немецкого языка и культуры в нашем регионе, что способствует развитию диалога между Россией и Германией. Например, эта выставка позволяет увидеть Томаса Мана с разных сторон – в кругу семьи и друзей, в общественной жизни и в своей писательской постаси. Выставка «Томас Ман. Жизнь великого писателя» – прекрасный повод, чтобы познакомиться с его творчеством. Мы спросили у жителей города, знакомы ли они с творчеством Томаса Мана и как часто они берут в руки книгу. Вы знаете, кто так купил Томас Ман? Нет. Вообще, что читали, что предпочитаете? Как читаете? Я вообще не предпочитаю ничего читать. Нет, не знаю. Я люблю читать. Что в конкретном? Ну, вы знаете, мне Томас Хардгарден нравится. Вообще английская ритратура. Нет. С нашим ритмом жизни, мне кажется, очень мало людей, которые читают и находят время на это. Но я восхищаюсь этими людьми, которые действительно находят на это время. Я автора не помню, но я читаю психологическую литературу «Вещи в теле». Нет. В основном читала классику раньше. Сейчас это какие-то романы, может быть, детективы. Ну, как бы обычные небольшие, маленькие книжечки. Такие мероприятия носят не только произведительский характер. Также это отличный шанс познакомиться с творчеством знаменитого во всем мире писателя, тем самым расширив свой кругозор. И на этом у меня все. Новости вы также можете увидеть на нашем сайте город62.тв. Я прощаюсь с вами до завтра и желаю вам хорошего продолжения дня. Ипотека 7,4%? Ипотека 7,4%? Как? 7,4%? Да, всего 7,4%. Ваша выгода составит 450 тысяч рублей. Только 6 квартир в месяц. Программа «Доступные ипотеки» от компании «Зеленый сад» и ПАО «ВТБ-24». Бетон. Точно по расписанию. Производственно-строительная компания «Техно-Монолит». Поселок Мурмина. Телефон 99-24-06. КОНЕЦ «Зеленый сад» и ПАО «ВТБ-24».